Я думаю, что мы будем благодарны Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь. И мы сегодня опять еще, как путники земли, которым придется еще жить на земле, делать определенные решения, выбирать направление, можем сегодня быть здесь, чтобы слушать Слово Господне, потому что без Него невозможно видеть все правильно. Я вспоминаю один из текстов Писания, который говорит так, «Ибо только во свете Твоем мы видим свет». Оказывается, свет Божий можно видеть только в Божьем свете. И поэтому я просто хочу благодарить Господа. Я думаю, вы будете благодарны Богу, что я слушал, что брат Сережа сегодня говорил, и вспомнил один текст Писания, который гласит так, что Христа спрашивали, он ходил идти в одну селение, в другое, в третье, и мы говорили, Господи, неужели мало спасающихся? А он говорил так, что многие поищут войти и не возмогут. Вы знаете, многие люди вообще не будут искать ничего, они и не ищут. Они просто живут вот на земле, не дают отчета, куда идут. Ну, появились на земле, живут. Но вот, когда мы читаем, многие поищут войти и не возмогут. Вот это уже более такое, ну, серьезное предупреждение состояния человека. Но сегодня мы будем благодарны Господу за то, что Господь помог нам найти этот путь, путь святой, путь, который кончается жизнью вечной. Потому что, учитывая, что многие поищут войти и не возмогут, одни, может быть, найдут и не возмогут, будут и такие, а другие будут искать, искать почему-то, и так и не найдут. Одну религию, другую, третью, четвертую, но мы сегодня будем благодарить Бога, как это произошло у каждого из нас. Вы сами знаете, но Господь дал нам этот чудесный путь, путь евангельский, и открыл нам спасение в Сыне Божьем Иисусе Христе, о чем написано так, «Ибо нет другими под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа, за что слава Богу и благодарение». Поэтому, чтобы не забыть, я хочу вам передать привет из Испании, из Мадрида. Я потому и не был некоторое время, там есть такая небольшая церковь славянская, я никак не ожидал, что там будет два члена из Пинска. Я так подумал, куда не поедешь, кругом свои. По форму что-нибудь скажи не так. За привет! Спасибо! Они очень просили передать привет, это небольшая церковь такая, очень такие искренние люди, но видно, что ищут Господа. Ну, я благодарю тех, кто молился, было не так-то просто, потому что они были загружены, кто-то думал, что за границей отдыхают, но у меня было ночи на 10 часов утра и кончают где-то полвторого ночи, каждый день. Служение само собой, прием людей само собой, ну и плюс 44 градуса, и 40 ночью температура, ну вы знаете, что, ну я не знаю, как это можно выдержать, ну выдержал, и, наверное, не похудел даже. Поэтому, я просто, чтобы не остаться должником, очень просили все передавать церковь, я вам передаю, и пусть Господь благословит вас. Но самое главное, что мы сегодня имеем, что мы сегодня можем исследовать Слово Господне. Я вспоминаю один из текстов Писания, он записан в 6 главе книги пророка Еремии, там речь шла о том, что люди уже блуждали в поисках истины и никак не могли найти. И Господь через Еремию сказал так, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, где путь древний, идите по нему. Не просто какой-то путь, вот вчерашний, позавчерашний, а путь древний, и идите по нему. Я думаю, что вот то, что мы сегодня читаем, Исаию, это очень-очень древний путь. Да возьмите вы Евангелие, возьмите послание, это тоже древний путь. Это же не так, как сегодня говорят, где-то в 1900 году, там где-то началось. Это где-то началось в наших местах. А в самом деле, это Евангелие давно было, шествовало по земле, одерживало победы. Поэтому нам сегодня не надо искать ничего, а просто обратиться к древнему пути. Потому что я не раз напоминал, и для меня сегодня это очень важно, чтобы мы сегодня знали, что священное Писание дано нам, как образец совершенный, от которого нечего убавить и нечего прибавить. Сегодня, когда мы что-то вносим свое, мы обязательно будем терпеть ущерб. Или отнимаем, или добавляем. Это уже будет не пудрём, это уже не образец. Потом я еще раз, еще раз повторяю. Сегодня же есть много слухов о том, надо пересмотреть Евангелие, надо его переделать, надо что-то удалить оттуда, потому что мы живем в другое время. Но Бог дал нам Евангелие как образец. Образец не подлежит никакому изменению. Я об этом напоминал не один раз, хочу еще раз напомнить. Это образец. Если мы что-то создаем, то наши вещи, как правило, подлежат усовершенствованию. Автомобиль это, или электроплитка простая, или отвертка, все думают, как легче взять, лучше какую ручку сделать, чтобы поудобнее было. А уже когда Бог делает что-то, то, что Он сделал, усовершенствовать не надо. Ему можно только подражать и повторить то, что Он делал. А уже лучше делать, но никак не сделаешь. Поэтому лучше, чем сегодняшнее учение Евангелия, Библии, мы никогда не нашли и никогда не найдем. Пожалуйста, запомните это, чтобы не было после колебаний. Сегодня так много учений, так много направлений различных, так много усовершенствований, так много приспособленчества к Евангелию. Но это все то, что может привести к катастрофе, к краху и духовной катастрофе, я имею в виду. Поэтому пусть Господь ему не благословит Слово, которое будет читать. Мне уже даже трудно вспомнить, где я кончил, потому что прошло очень много времени. Но я просто напоминаю, что Господь говорил, что я поменяю все. И там, где пустыня, я засажу такими деревьями, которые будут не просто деревья, они будут нужны. Одни будут нужны для музыкальных инструментов, другие будут нужны, чтобы пропытать, и вы нигде не найдете вот в том прочитанном, что было просто деревце посажу. А вот все имело свой смысл. Потом посажу в пустыне, где никогда не росло, на той земле, которая не была плодородной. Ну, а Господь говорит, если я скажу, она произойдет необходимый плод, и все это будет для моего народа полезным. Бог никогда ничего бесполезного не делает. Даже если мы сегодня, я обратил на это внимание, есть очень много трав самых различных, и для нас они ничего не значат. Но для тех, кто занимается лечением, оказывается, очень много лечебного есть. Мы топчемся по нему, мы только на цветы обращаем внимание, а оказывается, там не только цветы, там есть и польза какая-то. И это Бог дал для людей, которые не имеют прямой связи с Господом. И им дал возможность лечиться. Да и вообще, я только нету, нету только имею в виду. Я просто напомню, почему-то на сердце легло, потому что у нас есть крайности. Это хорошо, когда есть вера. Говорят, и веры нету, и лечиться не буду. То есть, если это вера, то это будет успех, а если это не вера. И я думаю, что апостол Павел имел веру, и никакой веры он никогда не проповедовал. И имел силу и власть. Господь с ним очень много сделал. Но вы помните, что Трофима оставил больного у Милите. Помните? Как вы думаете, Трофим не просил Павла помолиться за него? Но я не думаю, что имея апостола Павла рядом, и он, когда заболел, просил помолиться. Но не думаю. И не думаю, что апостол Павел отказал ему. Но вот пришло время, и говорят, а Трофима я оставил больного у Милите. А Тимофею, своему сыну по вере, он тоже был больной. Желудок болел его. Часто недуги желудка были. Ну и как вы думаете, Павел не молился за него? Молился. Тимофей не просил, что Павел молился? Молился. А что Павел сказал? Принимай лекарство. Придь, пей не только одну воду, но употребляй немножко вина. Обычно говорят сторонники выпивать, что это можно. Но там как раз Библия говорит об обратном. Если бы не было сухого закона, если бы христиане пили вино, то зачем Павлу надо было говорить, прядь, пей не только одну воду? Ну, я логично рассуждаю или нет? Ну, если не выпивай, то зачем говорить, прядь, пей не только одну воду? Ну, в силу того, что что-то вот не получалось, ну, почему так бы сделал? Я не знаю. Но он посоветовал отходя, ради твоего желудка и частых недугов, в принципе, не только воду одну, но употребляй немного вина. Ну, не думаю, что он говорил стаканами, не думаю, что он говорил литрами. Ну, наверное, что-то вот было такое. То есть, здесь смысл какой? Лекарство. И оно часто употребляется людьми. И это нормальное явление. Поэтому, пусть Господь благословит, я не знаю, не собирался я вот это проповедовать, у меня есть конкретные места Писания, но я просто напоминаю, чтобы, ну, у нас крадостей каких-то не было определенных. Ну, как, можно или нет? Ну, не знаю, смотри по себе. Смотри по себе. Если получил, то получил. Зачем это надо? А если нет, то тогда Бог разрешает поддерживать себя каким-то образом. Поэтому, пусть Бог благословит нас. И я начну с 20 стиха. Почему-то у меня здесь стоит такая скобочка. Наверное, я здесь кончил. Я уже забыл, для чего я ее поставил. Но я читаю этот цикл. Господь, вот я все это сделаю. Открою на горах, реки и так далее. Для чего? Чтобы увидели и познали и рассмотрели и уразумели. Вы знаете, что можно видеть и не видеть? Можно слышать и не слышать. А вот здесь Господь говорит, для чего я такую основательную работу делаю? Чтобы они не только увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели. Поэтому я тоже очень хотел бы сегодня, чтобы вот это слово, которое мы сегодня слышим, мы не только услышали, но и уразумели. Что такое уразумели? Уложили в разум. Уразумели. В разум вложили. Иначе просто так послушать, но оно не даст никакого плода. Оно должно быть принято и растворенно верою. Но смотрите, насколько плен греха, вот этот плен дьявольский, силен, чтобы настолько много надо делать чего-то необычного, чтобы люди увидели, что это Бог делает, что Он есть. И вот Господь здесь говорит, что необыкновенные вещи будут делать, чтобы увидели и познали и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это. Наверное, я не зря начал с того, что Господь все делает совершенно. Когда Господь что-то делает, что-то предлагает, чтобы поняли, что это Господня работает, и не пытались поправить ее в ту или другую сторону. А это оказывается не так просто иногда. Я знаю несколько случаев, это чисто будет несознательно, но как вот то, что мы часто добавляем или исправляем, как оно может искажать то, что Бог делает. Как-то помню, значит, одна из сестер рассказывала мне видение. Я так ее послушал и говорю, слушай, но что-то здесь не то. Ты внимательнее расскажи, что ты видела. Ты не упускай то, что видела. И когда она более подробно рассказала, мне стало понятно, о чем идет речь. Иначе я был готов крест поставить на ее видение. Я говорю, а что ж ты вот это упустила? Это же важно очень. Потому что, если ты вот это упустила, тебе кажется неважным, а для меня, я не могу разобраться здесь в этом. Вот как важно. Я приведу такой пример. То, что Бог показывает, говорит, это же его дело. И если я возьму, передам не совсем так, как надо, то, во-первых, я виноват в том, что извратил слово Гоши. А во-вторых, это слово уже не примут просто. Потому что нечто упущено, одна из деталей, то есть это дело уже мною исковеркано. И оно не может приниматься как истинное. Вот почему сегодня так важно не искажать ничего, что Господь делает, что Господь дает, а его давать таким, каким Бог дал. Потому что мы лучше, чем Бог, ничего не сделаем. Сказал он три-четыре слова. Значит, столько надо. Если я буду добавлять, оно не принесет никакой пользы. Разве только нужно будет истолковать правильно, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Но ты скажи то, что ты видел и что ты слышал. И вот Господь говорит здесь. Именно самое важное, что все разумно сделано, все совершенно, что рука Господня соделала это. И святый Израиль сотворил сие. Вторая деталь этого места священного писания, что это рука Господня сотворила. Первая деталь, Господня рука, это совершенное, а второе, это не произошло случайно. Это не через людей сделано. Это Господь сделал. Вы знаете, это очень важное откровение сегодня, когда мы видим, что это Господь делал. Сегодня часто люди почему находятся в заблуждении, чего-то не принимают. Это случайность. И даже говорят, что мир наш возник случайно. Там что-то крутилось, крутилось, вертилось, вертилось долгое время, и вдруг на тебе появилось что-то разумное. Я читал одну такую версию, как раньше люди нашли это в истории, вернее, в раскопках, когда там какой-то, значит, большой петух летел, вырнил яйцо, из этого образовалась земля и вся вселенная. Большой кукарекатель назвали там, правда, я дословно перевожу. Ну, это тоже глупость. Но кто-то писал, а кто-то верил этому. Так вот у Господа, когда он что-то делает, неоднократно напоминает о чем-то, разными способами доводит до сведения, что это я сделал, оно совершенно. И это не случайность, это моя работа. Я несколько выхожу из этого контекста, потому что иногда некоторые вещи только в консексе видны, но в некоторых случаях, даже без консекса, есть некоторые истины, которые открываются сейчас. Одно короткое слово. В консексе это уже дальше идет. Более, может быть, направление более твердое. А так, действительно, каждый текст Писания, он что-то дает для нас. И дальше Господь говорит, тоже одно интересное место, и оно для нас очень важно, что рука Господня садил эту, и святый Израильев сотворил сие. Есть творец, а есть ремесленник. И вы разницу чувствуете? Художник и копийщик. Он иногда копийщик, кто картины копирует. Он иногда настолько точно скопирует картину, что даже сегодня эксперты долгое время мучаются, чтобы дать ответ, это подлинник или копия. Но что больше ценится, скажите? Копия или подлинник? Подлинник. Подлинник. Поэтому вот Господь есть творец. Он не ремесленник. Он все творит. Поэтому, когда мы сегодня живем на земле, на что я хочу обратить внимание. Он говорит, блаженны миротворцы, ибо они будут наручены кем? Сынами Божиими. Миротворцы. То есть, мир нужно творить. Нужно быть художником, чтобы это сделать, а не ремесленником. Ремесленники никогда не могут сотворить ничего. Они просто выполняют в качестве свою работу на должном уровне. Но они не творцы. А вот Бог иногда действительно творец. Иногда Он так интересно пользуется нами, что... Ну, вы знаете, что действительно творец. Я расскажу один случай. Кто-то может знать конкретно эти две личности. Это были члены нашей церкви. И брат был член церкви, и сестра была член церкви нашей. Ну, я буду рассказывать как в анонимных личностях. Не буду называть их имен. И когда один из них заболел, который был проповедником, то, естественно, для него было очень важно, чтобы голос не пропал. Ты же проповедник. И он настолько упал в уныние, потому что болезнь была довольно-таки сильная. И братья приходили, и молились, и убеждали. Вы знаете, что депрессия и уныние никак не мог ничего сделать. Вы знаете, что Бог сделал? Однажды одна из сестер, которая очень любила посещать больных, ну, говорит, братья, и я с вами пойду. Ну, поглядели, ну, говорит, ну, хорошо, пойди ты с нами. Вот они зашли в дом, а она, значит, слушает, слушает, слушает. Они ведут речь о том, что, ну, значит, болезнь тяжелая, и завели речь о том, что так часто бывает с людьми. Люди и не живут, не умирают. Бог что-то, значит, делает. Она слушала, слушает, братья. Вот у меня, говорит, был такой случай. Один, значит, брат заболел, и не живет, и не умирает. И говорит, знаете, говорит, что я сделала. Я пошла на болото, и, говорит, называют растение, которое я взяла, я его, говорит, напарила и дала попить. И молчит. Все говорят, ну, а что дальше было? Молчит. Ну, значит, что же дальше было? Через три дня умер. Это казахохочий садок, ты что, хочешь меня напоить, чтобы я через три дня умер. И все, вся депрессия снялась. Творец. Это не просто стандартный какой-то прием. Но кто бы догадался, так, что его так можно вывести из депрессии. Говорит, знаете, братья, я, говорит, знаю. Такое растение есть на болоте. И рассказала. Говорит, дала, не жил, не умирал. А потом, говорит, дала. Он, говорит, попил. И потом поняла, что что-то не то. И молчит. А что же дальше было? Говорит, через три дня умер. Может быть, для кого-то вот этот пример, наоборот, ударом послужил бы. Сказал бы, что меня уже хоронить заживо захотели. А для него это было настолько интересно, такой оборот. Говорит, расхотался сразу. И все. Потому что Писание здесь говорит, Бог есть Творец. И некоторые вещи, их творить надо. Тем более, когда мир где-то наладит, что в одной семье идет, в другой не подойдет. В семье оно не действует, надо какой-то другой подход, надо другой какой-то метод. Вот почему сегодня очень важно, что наш Господь есть Творец. Он творит. Он художник. Это не просто ремесленник, которому дали задание. Он творит. И мы сегодня должны это понимать, что если в наших ситуациях жизненных есть какие-то проблемы, и нам кажется, что никакие испытанные методы, которые раньше были приемлемы, они нам не подходят, то я хорошо понимаю, что у Бога есть нечто новое для тебя, для меня, чтобы ввести с того состояния, в котором ты сегодня находишься. За что, конечно, мы благодарим Бога? За то, что Он Творец. С одной стороны, вы знаете, наверное, работу делать ремесленника легче, чем творить. Он знает, что в размере знают, что и с трогающими. На станке лету, или еще где-то. Но Творец – это что-то гораздо более глубокое, важное и более сильно действующее, чем просто вот так быть ремесленником. Поэтому я очень хочу, чтобы мы не нарушали Слово Божие, потому что мы поймем, что можно нарушать Слово Божие и Творцом быть. То вот здесь сотворить лучше нельзя, чем Он написал. Можно только повторить. А в этих пределах, чтобы достигнуть чего-то, нужно, конечно, быть очень чувствительным к Духу Святому, потому что именно Он ведет нас сейчас какими-то нестандартными путями для того, чтобы достигнуть цели. Поэтому, поль Господь сегодня благословит нас, я еще раз перечитаю. Это 20 стих, на который мы обратили внимание. «Чтобы увидели, и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня садил это, и святы Израилев сотворил сие». Почему здесь написано «святы»? Это тоже важно. «Сотворил, но святы». Потому что святой никогда ничего не будет делать во вред. Он делает то, что надо конкретно. Делает для пользы, делает для радости. Вот почему очень часто Господь, когда говорит, сразу несколько своих качеств объявляет нам, имена свои называет, потому что это не просто так написано. Оно написано, чтобы мы думали и внимательно читали и понимали, что Творец не может ошибиться. Если Господь и Господин, это же Господин всего, все его подчиняются. И если святы это сделал, то что бы это дело не вызвало в твоем сердце и в моем. И надо вызывать радость. Некоторые действия Божьи слезы у нас вызывают. Вызывают трудности определенного рода. Но он все это делает как святой. Чтобы последствия было польза. За что благодарение Богу. 21 стих. Представьте дело ваше, говорит Господь. Проведите ваши доказательства, говорит царь Якова. то есть Бог вот здесь Господь вообще-то воюет против идола. Он говорит, что вы не туда пошли. Вы не то делаете. Вы не на того надеетесь. И потому грех делаете. Я буду судиться с вами. И он здесь в первую очередь объявляет свои способности, что он сделал и что он сделал. А теперь вы покажите, что вы сделали с вашими идолами, с вашим знанием, с вашим потенциалом человеческим, с вашими запросами. Представьте дело ваше, говорит Господь. Проведите ваши доказательства, говорит царь Якова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Господь прежде всего говорит здесь о том, что ему только присуще. Он знает наперед все и потом возвещает. Пусть возвещает что-либо прежде, нежели но произошло. И мы вникнем умом и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвещает нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем. И мы будем знать, что вы Боги. Вот одно из свой Бога. Знать, что будет в будущем. И Господь говорит, если вы сегодня равняетесь со Мною, если свои знания противопоставляете моему знанию, то говорит, ну покажите, на что вы способны, покажите, что вы сделали, когда вы предсказали наперед, что произойдет. А если предсказанное, то как это произойдет? Вот скажите мне. И я немножко сегодня отклонюсь вот от этой темы конкретной. Ну еще добавлю. Или делайте что-нибудь доброе или худое, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. То есть не просто то, что вообще делают, а делайте необыкновенное что-то, чтобы изумились люди. Я сегодня когда смотрю, если бы сегодня приучить нашей культуре, приучить наши способности, достижение нашей техники и науки. Если бы я просто сказал, покажите, что вы сделали, то что сегодня можно было показать? Мораль на самом низком уровне. Землющу замусорили так, что негде в ноги ступить. Пойдите куда-нибудь в лес, где-то там же все мусором завалено. В полном смысле этого слова экологические катастрофы. Сегодня действительно сколько сегодня убийств совершается на земле. Это все то, что люди могут представить сегодня. И Господь здесь говорит, если вы со мной боретесь, если вы хотите быть первыми, то вот я вам показал, что я могу, а теперь вы скажите, что вы сделали? И наверное сегодня показать нечего, что и делали. Потому что то, что сегодня делается, это ужасно. Это то, что действительно я уже не раз говорил, повторяться не буду, что о чем раньше говорили, стесняли, сегодня узаконено на уровне государства. Пожалуйста. Раньше стыдно было говорить об этом, то сегодня попробуйте обличить. Есть специальная команда, которая наблюдает, и вас будут в тюрьм посадить за это. И это начинает работать на сегодняшний день. Вот что сегодня сделали люди. Вообще-то, если рассуждать очень серьезно и глубоко, то дело не в людях, а дело в том, кто стоит за людьми. Но тем не менее, это сделано руками человеческими. И кто находится в руке Господней, они совершают свое дело. Кто находится в руке дьявольской, они свое дело делают. Ревностно делают. Дал бы Бог нам такую ревность. Если бы на сегодня было столько ревности молиться, сколько пьяниц под магазином стоят целыми днями, вы знаете, что все было совсем по-другому на сегодняшний день. Но у них время есть, а у нас времени нет. У них есть, а у нас нет. Вот почему апостол Павел говорил так. Как вы раньше предавали ваши тела на дела беззаконные, когда были без Христа, так теперь представьте на дела добрые. Потому что это тоже показатель. Это тоже показатель. Стремление каждодневное к греху. Мысли только об этом. И все, что они делают, только получить то, что надо. Ни на что не смотрят. Пусть Господь поможет нам. Павел иногда говорил, я по рассуждению человеческому говорю. Я сегодня привел пример. И Павел говорит по рассуждению человеческому. Как раньше зло делали ревностно, так теперь начнете делать добро. Хотя бы в ту меру, зло делали. И то уже будет хорошо. Потому что Бог не любит таких людей, которые, как мы сегодня говорим, ни рыба, ни мясо. Вы такое выражение знаете? Наверное, понимаете, что это значит. Это вот такое. Другой говорит, что убил, то уехал. И так оно идет. Поэтому для христианства это не должно быть ориентиром, не должно быть практикой, не должно быть образом мышления и действия. Оно должно совсем по-другому мыслить, о чем Господь неоднократно напоминает в Священном Писании. Или сделайте что-нибудь доброе или худое, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но дальше Господь говорит, но вы и ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Вот смотрите, насколько все это непросто. Мерзость тот, который избирает вас. Я вам еще одно место зачитаю. Из книги Осии, 9 глава, 10 стих. И сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Недаром Писание говорит, что худые сообщества что делают? Развращают добрые нравы. Это все один к одному. Один к одному. И сами стали такими же, как те, которых возлюбили. Поэтому для нас сегодня я просто одна мысль такая у меня в голове, но не только сегодня, она часто посещает такая мысль. Когда меня спрашивают, а можно вот туда и туда идти? Или можно вот с чем и с чем иметь общение? Я говорю, все можно, только ты должен просчитать, что ты там будешь делать, и кто, кем руководить будет. Можно идти в любое место. Можете идти в бар, только поймите меня правильно. Можете идти на свадьбу мирскую, но в том случае, если вы возьмете Библию, станете ее читать, и вместе с вами все станут слушать и молиться, идите. Но если этого не произойдет, то что вам там делать? Вы сейчас меня хорошо поняли, что я говорю, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Поэтому, когда я начинаю что-то делать, я должен хорошо продумать, а кто ж кого? Я могу пойти куда-то, я могу с кем-то иметь какое-то общение, но у меня стоит вопрос, не стать таким, как он, а что он стал христианином. Я уже не говорю, как я, потому что у меня много недостатков есть. И поэтому хотелось бы, чтобы сегодня вот эта истина легла глубоко в наше сердце, потому что это непростой вопрос. Сказать вообще ни с кем не общайтесь, то надо дойти в монахи. Они ни с кем не общаются. Ну, это же не путь. И апостол Павел неуде сказал, иначе надлежало бы нам совсем выйти из мира. Но мы же находимся в этом мире для того, чтобы мир познал Господа и обратился к Господу. Поэтому выйти мы не можем, но идти куда-то делать. Надо подумать, для чего ты идешь, что ты там делать будешь, и тебе будут подчиняться, слушать, или ты будешь подчиняться. Это два разных вопроса. Одно, пожалуйста, вот в этом смысле слова я бы очень хотел, чтобы мы четко понимали вот эти запреты и лекарства. Это не запреты. Это не запреты. Мы имеем полную свободу. Но я никогда не пойду туда, где я терплю поражение с точки зрения греха. Зачем мне туда идти? Поэтому просто обратите на это внимание. И вы ничто, и дело ваше ничто, мерзость тот, кто избирает вас. Я возвих его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призвать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечую глину. То есть Господь говорит о своей работе, которую он будет делать. Я не могу точно сказать, о ком идет речь. Может быть, о царе, о котором Господь призовет свое время, чтобы совершить работу. Может быть, о Господе Иисусе Христе идет речь. Я не буду говорить, потому что для меня как-то не совсем. Хотя здесь дальше вроде бы понятно. не совсем. И дальше Господь говорит так. Значит, если... В чем смысл этого стиха? Если уже Бог начинает состязаться с каким-то народом или с каким-то человеком, то если даже Он будет делать руками людей, не сам лично умешиваться через ангелов, то эти люди, которых Бог собирается наказать, они будут как глина, которая будет потоптана. И ничего они не сделают. Я призову его, и он будет топтать владык как глину. Кто это? Царь какой-то сильный. Или о Христе написано. Я не говорю. Но факт остается фактом. Если Господь начинает делать какую-то работу, и для совершения ее призывает кого-то, то противная сторона никогда не устоит. Это невозможно. Вы помните местописание? Говорит, если даже останутся только хромые и слепые, то они пойдут и завладеют городом. Потому что я это сказал. Наверное, никогда не было, чтобы где-то Бог посылал на войну наказать кого-то, и оставались только хромые и слепые. Он просто так выразился. Если даже вы будете очень сильно воевать, и останутся одни только слепые и хромые, то все равно они пойдут и возьмут город, и вы ничего не сделаете. Потому что я это сказал. Поэтому нам сегодня очень важно кто сказал. Это не безразлично. Кто сказал. И если это сказал Господь, то никакая сила против него не устоит. Хотя как его работа невидимая, и мы часто не знаем, что будет дальше, приходим часто в смущение. Но Слово Господне заставляет нас твердо стоять. Кто возвестил об этом изначально, чтобы нам знать и задолго перед тем, чтобы нам можно сказать правду. То есть Бог так открывает себя. Вот он здесь, я дальше буду читать, он дальше две стороны показывает. С одной стороны, чтобы показать, что он Бог, он заранее открывает, что будет, и когда оно приходит исполнять, люди говорят правду. «Но никто не сказал, никто не выспестил, никто не слыхал слов ваших». То есть Господь раньше говорил, «Ну скажите, что вы, никто ничего не говорил». Все молчали. «Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника». Ну скорее всего расчет об Иисусе Христе. О каком еще Благовестник был бы больше, чем Господь Иисус Христов? Я первый сказал, сказал раньше, еще раньше про образ заговорил. Вы помните, Майсей говорит, что Господь из среды вашей воздвигает вам пророка, как меня, его слушайте. И вот кто не послушает того пророка, тот даже будет устремлен из среды народа Господня. Ну, конечно, Майсей в то время говорил об Иисусе Христе. И здесь Господь говорит, я первый сказал, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника. И так я смотрел, и не было никого. И между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить, и они дали ответ. Одна из мыслей, которая вот здесь заключена, что-то Господь говорит, наперед, а что-то говорит, а вы скажите, не говорит. И там дальше мы будем читать, чтобы ты не сказал, я это знал. Потому что люди, если они, допустим, знают наперед что-то, это у них сильный аргумент, показать, что они на что-то способны. Господь говорит, вот я говорил некоторые вещи, чтобы после сказали, действительно, Бог говорил. А некоторые скрывали, чтобы вы не сказали, мы это знали. Поэтому иногда, когда Господь испытывает нас, когда что-то делает, Он обязательно смотрит на наше сердце. И с одной стороны открывает что-то, а с другой стороны, чтобы не возгордели, что мы все знаем, и скрывает, не говорит. Да и вообще. Я думаю, я себе скажу, наверное, если бы мы знали, я думаю, что же повторял не один раз, когда вступили на путь спасения, какие нам трудности придется перенести, то, наверное, у нас волосы дыбом стали, мы сказали, нет, 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 я никогда это никогда не переживу. Но Господь не говорит нам, а приходит время, и предстает что-то, как-то пережили, не успели пережить одно, приходит второе, и опять пережили, а ну приходит третье, если бы сказали все, что будет, я думаю, у нас сердце упало бы. Но Бог этого не делает, Он знает, что сказать, что делать, и сколько сказать, и для чего сказать, и для чего делать то, и другое. И вот Господь здесь напоминает 29-м стихом, вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота и стуканы их. Господь долго-долго говорил, какой Он есть, показывал, какие они, и в конце добавляет, вот ваши и стуканы, это же пустота. Вот насколько нужно много аргументов, чтобы убедить человека, что идол есть идол. Вот настолько часто дьявол поражает разум. И Писание говорит так, у них Бог и века сего ощлепил умы, чтобы для них не воссиял свет благословения Христова, и так далее, чтобы они не познали Господа, не услышали и не спаслись, или не увидели и не спаслись. 42-я глава. Вот отрок мой, но здесь уже ясно, без всякого сомнения. Речь идет об Иисусе Христе. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Вот интересное место, вот отрок мой, ну, там дальше написано, не возопьет, на улицах никто не слышит голоса его, и так далее, и так далее. Понятно, что речь идет о Господе Иисусе Христе. Но что самое важное сегодня? Будучи Сыном Божиим, который был Богом во плоти, полнота Божества во плоти, как человеческое плоти, Отец Небесный держал его за руку. Руководил. Вы это слово когда-нибудь разбирали? Руководил. А когда-то кто-то пошмеялся, какую-то ядовитую сатиру такую написал. Значит, руководил, это рукой водил. Мол, мы умы, а вы увы. но руководил, это совсем не то показывать. Вот водил за руку, за руку водил. Водил за руку. А вы знаете, как это важно, когда кто-то ведет за руку. А ты надежна. Это ощущение близости. Ну, за руку кто-то ведет. Правда, Писание говорит так, вот эта Божья рука может по-разному проявляться. Вы помните, буду руководить тебя, око мое над тобою, но не будьте как конь, как лошак несмысленный, который у челюсти нужно обуздывать, чтобы они покорялись тебе. Кто хочет, чтобы рука Божья была как узда? Нам бы не хотелось бы, но руководить советом. Ты руководишь меня советом поим, а потом примешь меня в славу. Можно много об этом говорить, но это еще не очень важно. Другими словами, это водительство Духом Святым, через что Господь руководит. И вы знаете, как отр, который Господь избрал, как примерно, насколько он был послушан голосу Отца. Вы помните, собираются идти на праздник в Иерусалим, братья его собираются, а он сидит. А он никуда не собирается. Ему говорят, слушай, надо же тебе, время пришло, ты же должен пойти туда, там у тебя так много говорят, яви себя. Мы уже пошли, но я до себя добавлю, вы уже идите, мое время еще не настало. и он пошел позже, но пришел вовремя. Вот даже пойти куда-то время должно быть. Наверное, нам сегодня трудно быть под таким водительством, но Писание говорит, насколько это важно подчиняться Духу Святому. И Христос как образеет водительство. Или в другом месте в Иоанн он где-то говорит так, я уже может быть недословно процитирую, я своими словами перескажу, он говорит так, а я многое мог бы сказать вам, но вы теперь не можете уместить. Помните это в Писании? А дальше я тут трошку Господь говорит так, но я говорю то, что мне отец мой сказал, то я и вам говорю. То есть я мог бы вам сказать гораздо более, во-первых, не умещаете, и отец мне сказал, что сказать вам, остальное я не могу сказать. Вот насколько это было важно, вот такое водительство. Вы знаете, дорогие мои братья и сестры, я не просто вот этот отрых мой, я держу его за руку. Бог хочет нас водить, но как водить? Я не знаю, как вам это показать, но можно водить вот так, рука за руку, да? Это доверие, а можно вот так водить. А можно вот так взять за руку. Это две разные вещи. Руководить, водить, но когда пальцы с пальцами, а когда вот так, я взял и веду. Уже здесь нет полного единения. А тут я согласен, потому дал свою руку. Я очень хотел бы, чтобы мы отметили все это. я однажды вспоминаю одну трагедию такую. Может быть это не совсем удачный пример будет, но она произошла с неверующими людьми. дьявол всегда строит вот эти ковы. И как важно, когда мы подчиняемся голосу Божьему, тогда он не достигнет своей цели. Если мы не молимся, не просим защиты и ограды, он достигает цели. И мне рассказывают, может быть, я немножко уже чуть-чуть призабыл детально, но в принципе я помню все. Значит, собирается один человек ехать на мотоцикле, отправляется ох, забыл что-то. Останавливается. Прошел, положили. Отправляется в путь ехать. Жена кричит ему, а где-то еще вот это забыл. Останавливается. Третий раз. Не помню, что было. Выезжает, едет. Ехал он около леса, где обзорности не было. И вот он едет, значит, вот так, показываю на кафедре, резко поворачивает и здесь вот на повороте, где не видно, сталкивается с машиной и насмерть убивается. Вот как было рассчитано все. Настолько точно все рассчитывается в духовном мире. И если бы было водительство Божие и у Бога не было этих планов, никогда этого не случилось бы. Бог дал бы свое время, и это никогда не случилось бы. Вы понимаете, что я хотел сказать? Я второй пример приведу, что все рассчитывается в духовном мире, и если мы будем подчиняться вот этому тонкому водительству, у нас никогда не будет то происходить, что не должно произойти, а бывает по нашей собственной халатности, из-за нашего собственного непонимания. Вы помните историю с Ахавом? Я ее пересказывал, я где-то могли слышать проповеди. Вы помните, что Бог решил уничтожить Ахава. Это был человек греха, и никто так много зла не надел, как Ахав. И он собрал воинство небесное, помните, оно стояло по правую, по левую сторону, и то, что Ахав должен погибнуть, это уже Бог не спрашивал у воинства. призвал их для совершения. Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галадском? Вы помните это местописание? И вот выступали духи. Один говорил так, другой говорил иначе, а Господь сидел и слушал. И наконец выступил один дух и сказал, я его увлеку. Чем? Я выйду, сделаюсь духом лжим в всех пророков его, я его заведу, и Господь сказал, иди, ты успеешь, вот ты же делаешь. И когда они пророчествовали, вы помните, на площади в Самаре, кажется, я не ошибаюсь, там присутствовал царь Исафат, это было дело связано с Михеем, я все не пересказываю, и все пророки говорили, иди, будет тебе успех, а царь Исафат, кажется, Исафат, наверное, я все-таки не ошибаюсь, он говорит, а нет ли что здесь пророка Господня, говорит, есть один Михей, но царь говорит, но я его не люблю, он никогда о мне ничего хорошего не пророчествует, он говорит, ну, все равно иди, позови его, там интересная история, приходят и говорят, Михей, вот, захотели послушать слово от Господа, но вот, все пророки говорят доброе, ну, скажите доброе, говорит, хорошо, скажу, скажу, из руку приходит, ну, Михей, что, так и так, говорит Господь, иди, будет тебе успех, так, как услышал, наверное, рот раскрасил, говорит, никогда отходи, не сыр, говорит, заклинаю тебе Господом, во имя Господне, говори, что Господь сказал, ага, так вы все-таки хотите не так, как было, что у всех, хотите, что надо, так и так, ты не вернешься с войны, он говорит, ну, что, я вам говорил, посадите его в яму там, и пусть он сидит, покуда я не возвращусь, а Михей говорит, если ты возвращаешься, то не Господь говорил через меня, и когда они пошли, вы помните вот эту историю, как точно все рассчитано, царь Ахав, он скрылся под одеждой родового воина, а Исафа, цар, надел царские одежды, а серианом было задание, ни с кем не сражайтесь, только против одного цара израильского, и когда они увидели во время войны царские одежды, то решили, что это Ахав, и Исафа чуть не поплатился за то, что он пошел вместе, но когда они уже подъехали ближе, Исафа закричал, они увидели, что это не Ахав, и повернули от него, и слушайте дальше, я буквально цитирую почти на память, а один человек случайно натянул свой лог, ну понимаете, как это случайно? Надо было случайно положить руку на чечеву, случайно натянуть, случайно развернуться, и случайно разжать пальцы, и случайно попасть точно в щелочку, где можно было поразить. Скажите, это была случайность, или точный расчет? это точнейший расчет, никакая не случайность, это для людей случайность, нам эту историю говорит, и Библия говорит, случайно начну, он никогда не думал, не целился в царай израильский, он просто воевал и все, и погиб цар Ахав в то время, поэтому я очень хотел бы, вот я немножко останавливаюсь на водительстве Божьем, вы знаете, оно очень интересное, очень важное, и Господь дал пример, когда Он вел свой народ из земли, египетского обетованного землю, это очень интересная история, и вы знаете, как они шли? Столб облачный стоял над ними, или шел? И столб огненный ночью, и вот интересно, что не всегда по-человечески там что-то было, были времена, вы сами можете прочитать, что я не выдумываю, были времена, когда шли целый день, наступала ночь, они останавливались, и над ними стоял столб огненный, это нормально, это нормально всегда так бывает, а бывало как, идут, наступает ночь, столб проворащается огненный, и идут дальше, почему, интересно, спать надо, а столб ведет, это водительство, или, тоже, сами пересчитаете, приходит время, переночевали ночь, столб стоит, стоят день, стоят два, стоят три, стоят неделю, мощи, почему не идем, столб стоит, говорит, а почему стоит, не знаю, прошло еще несколько дней, поднимается, столб и идет, водительство, вот здесь, священное писание говорит, вот отрых мой, который я держу за руку, а держать за руку, за руку водить, руководить, и тогда, что будет, избранный мой, хотя эти руки, иногда, будут и холодные, и потные, и злые, ой, за руку держать, не очень-то приятно, иногда, но Бог держит нас, Он знает нас, держит нас за руку, и водит нас за руку, и дальше здесь Господь говорит, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд, ну и что-то почитать дальше, второй стих, не возопьет, и не возвещет голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломанной не переломит, и льна куражчивающая не угасит, будет производить суд поистине, до этого места, этот суд производился, не только тем, что Господь что-то говорил, сама его жизнь была осуждением для других людей, само его поведение, оно отпечаток накладывало, он не то же за счет голоса, не возопьет, не возвысит голоса на улице, не будет себе авторитет зарабатывать какой-то честными и нечестными способами, он просто будет ходить в правде, а что значит ходить в правде? Ходить и поступать по Слову Господню, я еще раз подчеркиваю, правда делается, правда – это дело, соделанное по Слову Господню, говорит истину и делает правду, я еще раз вам напомню, и вы сами знаете, что это так, одно только поведение христианина где-то в обществе, оно как-то смущает людей, оно смущает, заставляет думать, спрашивать, а почему так? Осуждение, почему и не любит верующих людей? Он не будет воровать, он не будет делать то, что другие делают, а уже для других это уже, знаете, это тормоза, это тормоза, я уже не буду рассказывать, там врежь не идет о моей святости, я рассказывал, когда я где-то был, кажется, в Норвегии, уже не помню точно, и зашли мы в магазин, там братья дали возможность, это был их магазин, новенькая вся одежда, и выбирайте, ну, ходили, выбирали, я не выбирал, мне не надо было, один из братьев подходит и говорит, а что ты ничего не берешь? говорю, мне не надо, слушай, так и мы же не можем брать, ты не берешь, и мы не можем брать, бери что-нибудь, я взял плащ себе, один ходил с этим плащом, я им показал, что я взял что-то, берите и вы, хотя там никто ничего плохого не сказал, завели, сказали, берите, что надо кому, и тем не менее, и тем не менее, люди иногда игнорируют, пытаются не обращать внимания, но тем не менее, вот это оказывает влияние на них, поведение, и здесь Господь говорит, вот отрок мой, что я перечитаю, которого я держу за руку, и избранный мой, которым благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд, не возопиет, и не возвышит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленные не переломит, и льна куражчивающая не угасит, будет производить суд по истине, вот тоже такое интересное место, трости надломленные не переломит, льна куражчивающая не угасит, ну а как тогда, вы гробы окрашенные, вы внутри полны костей мертвых, вы снаружи кажетесь людям праведными, а внутри полны мертвых костей, ну, если бы человек мне кто-то сказал, ты гроб окрашенный, то я не знаю, что бы я думал, вот как это все уместить, очень просто, слабому и немышному, он никогда так не говорил, а на глядцу говорил прямо, кто он есть, и все, это не были слабые и немышные, это не был ли он куражчивающий, это люди знали, что они делали, они знали, кого они продавали, они не были в заблуждении, я еще раз напомню то, что не один раз говорил, когда стали говорить, что бес в нем, то он сказал, во мне беса нет, а помните, а потом сказал одну притчу, о том, как, значит, господин или царь, или хозяин отдал имение работникам, и потом посылал взять плодов от виноградника, посылал вслух, они то били, то убивали, короче, ничего не давали, а потом сказал, пошлю сына моего напасить, может, его постыдятся, вы помните слова Христа, который разоблачил их, они, говорят, увидели и сказали, это идет наследник, убьем его, и наследство будет наше, и вы видите, что его из виноградника убили, там дальше, Господь дальше увидел, что вы думаете делать, хозяин и так далее, но не на этом я сегодня не останавливаюсь, они знали, что делали, и это видно было потому, когда возмещили им, что Иисус Христос воскрес, из мертвых, то если бы они заблуждались, пали бы на колени, и Отец Небесный, прости, но они сказали, не рассказывайте, что воскрес, скажите, что украли, когда мы спали, вот это еще раз подтверждает, они знали, что они делали, люди простые, им верили, они действительно думали, что это лжемещие, они действительно думали, что это лжепророк, а они знали, что они делали, делали это сознательно, они делали это сознательно, поэтому, пусть Господь нас благословит, чтобы мы что-то сознательно не делали, трости надломленной не переломит, и льна куражчивающая не угасит, Будет производить суд по истине, не слабеет и ниже не может, доколе на земле не утвердит суда. Какого суда? Суда по Слову Божию. Потому что наши суды земные, они пользуются законами земными. У них то один закон выбывает неправильный, то другой перестраивают, то третий добавляют. Еще оказывается, говорят, почему вы его безобразие не прекратите? Говорят, статьи в законе такой нет. Видим, что плохо, а статьи нет, поэтому и не можем. Поэтому здесь речь идет не о человеческом суде, а здесь Господь утверждал Слово Свое, которое никогда не меняется. Вот сказал Бог, что это грех в древности, это и сегодня грех. Сказал, что это преступление в глубокой древности, оно и сегодня преступление. И Священное Писание говорит так, не ослабеет и ниже не может, доколе на земле не утвердит суда. И, конечно, этот суд был связан именно с осуждением дьявола. Помните, потом Христос скажет, он говорит, ныне суд миру зиму, потому что князь мира зиму будет изгнанбон. И вот это совершилось на Голгофском кресте, сам суд над грехом. Но до этого Иисус утверждал истину Господню, учил, как жить надо, учил, как поступать надо, учил, что есть зло и что есть добро. И он проповедовал принципы Божьи, не принципы человеческие. И он их утвердил на Голгофе своей смертью. Отдал свою жизнь за нас, за наши грехи и преступления, которые мы делали, переступая закон Божий. Поэтому я обращаю на то самое серьезное внимание. И на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распрощерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящих по ней. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их. Вот как раз слово страна и пространство имеют один и тот же самый корень. Вот когда Господь говорил, на небе у Отца обителей много. А если бы не так, я сказал бы, что я пойду проработать вам место и так далее, там немножко своя тема идет. Поэтому вполне возможно, что вселенная наша, населена существа, которых мы не знаем. Потому что небеса и пространство. А в слове пространство звучит страна. Пространство. Ну, это я так себе говорю, я взял из основания исследования вот этого текста самого. Поэтому небеса и пространство их, распрощерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Дыхание, оно связано с воздухом. И Бог дал возможность дышать. Дыхание. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя и поставлю тебя в завет для народа, во швед для ясышников. А если раньше это могло прозвучать для народа израильского, потому что они должны были быть шведом, и Бог даже свой народ называл отроком, отрок мой Израиль, то в конце концов решает не об Израиле, а об Иисусе Христе, которому Господь действительно дал вот эту власть и всю силу, чтобы он был шведом не только для евреев, а для язычников. Он говорит, я призвал тебя в правду. Если уже глубоко не копать, что-то значит призвал в правду, но если учитывать, что правда – это жизнь с поступками по Слову Божию, то Бог призвал нас, чтобы ходить окруженными этими поступками праведными по Слову Господнюю. И тогда мы можем быть шведом. И если это не получается, если этого нет, мы не можем быть шведом. Выговорит письмо, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Написано так, написано. А нас можно узнать, что мы христиане, когда мы ходим где-то по улицам или нет? Вот сами себе скажите, потому что говорит там что-то – это одно. А вот без разговора можно узнать или нет? Цыганку узнаешь, что это цыганка? Мусульманку узнаешь, что это мусульманка? А христианку узнаешь, что это христианка или нет? А это уже вопрос. А это уже вопрос. Неоднозначный ответ. Здесь играет все. И внешний вид, и поведение, и жаргон наш, который можем употреблять, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь много ответов. То есть с какой точки зрения? Почему можно узнать христианина, а почему его не узнают? Есть причина на этом. Есть на этом причина. Поэтому я хотел бы, чтобы мы были письмо, читаемое и узнаваемое всеми человеками. Это наша обязанность. Это не просто чья-то. Вы помните место Писания? Я вам напомню. Значит, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И кажется, в Евангелии от Луки точно не помню. Есть несколько вариантов. Несколько евангелистов этот текст дали. Но, кажется, в Евангелии от Луки точно не помню. Вот после слов вот этих, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Ибо жатвы много, а делателей мало. Следует сразу текст. Идите, я посылаю вас. Вот до этого текста, кажется, ну, о ком-то надо думать. А там очень интересный текст. Сначала нет этих делателей. И даже следующий же стих сразу. Без всяких перерывов. Идите, я посылаю вас. Как овец среди волков и так далее. Я уже не цитирую все до конца. Мне самое главное, что Бог имеет в виду нас. Мы-то думаем, чтобы нам с Америки приедут. Чтобы нам приедут неизвестно откуда. Чтобы нам помогут где-то в другой области. А Бог говорит, вас посылают. Ну, вы же будьте письмо, которое читают все люди. Читаем мы всеми человеками. Если этого нет, значит, очень трудно. Вот здесь Господь говорил, я вас в правду призываю. Что значит в правду? Это внутрь. То есть окружите себя делами добрыми. Окружите себя тем, что покажет, что вы дети Божьи. Вы не просто люди. Окружите и ходите в этой одежде. Ведь, по сути дела, в некоторых текстах Писания мы видим, что дела наши, как одежда на нас. Они же нас или украшают, или они нас позорят, и так далее, и так далее. Поэтому в Писании здесь напоминает, я призвал вас в правду. Но какая все-таки правда Божия? Какая правда вот веры нашей? Господь на это обратил внимание. Правда Божия, через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех веруешь, ибо нет различия. Это послание к Римлянам, 3 глава. Вот что нужно жить в правду Божия. Дать людям свободу от греха, простить их, не за дела их, а по вере в Голгофскую жертву Иисуса Христа. Мы вот правдой Божией спащены. Верой правды спащены. Какое это спасение Божие? По вере, независимый от дел. И появилась правда Божия. Помните это местописание, которое на том, что вот Бог спас, не за дела ваши, ни за что спас. Вот это и есть правда Божия. Поэтому если кто-то сегодня, я таких людей встречал, и недавно, когда в Испании был тоже, а куда-то Бог смотрит, почему такие убийства совершаются, почему вот такое, такое, такое и такое. Бога винят в том. А Бог-то не виноват. Бог дал спасение каждому человеку, совершил. Он его предложил. И предложил не за дела, а просто покайся и прими веру в их спасение. Но люди не хотят. А Бога обвиняют. Куда Бог смотрит? Чем он там занимается? Что такое делается? Ну, конечно. Я правда этой женщине сказал. А почему там, значит, многие не знают, они погибнут, за что они погибнут, что они не знают. Говорю, но ты-то не можешь погибнуть, ты здесь находишься. Вот тебе-то оправдания не будет. Что они там, почему там? Ну, здесь вопрос такой. Я вам просто кое-что подскажу. Говорят, а как Бог будет судить? В послании к криминам Павел эту истину раскрыл. Он говорил так, что Че, которые не имели закона, Они у меня законно и погибнут. Че, которые под законом согрешили, По закону осудили. Почему он говорит так? Говорят, у них была совесть. У них была совесть. И они часто действовали, не знаю, государство, нарушали свою совесть, уже нарушали. Вы поняли меня, что я говорю? Не было государственного закона, не было Божьего закона, но была совесть. И любой человек, какой бы то ни был, Он иногда нарушал, в принципе, своей совести, личной, которая в нем. Вот там где-то в индействе свои законы, совсем не похожие на наши. Но вообще они однажды нарушили свои законы, которые ими же поставлены были, в соответствии с их совестью. И оказались грешниками? Вы меня понимаете, что я говорю? Вот вы еще не понимаете, я еще раз повторю. Я вроде бы сам уже разобрался. Кто-то однажды пошутил на разборе, говорит, Объяснял, объяснял им, говорит, сам понял, а они все равно не поняли. Мы иногда объясняем то, что сами не понимаем. Но я, кажется, понимаю немножко, не совсем все, я не понимаю. Но вот это я понимаю, что есть то, что совесть. И потом, ни один человек не оправдается перед Богом, что я не знал. Совесть есть. А второе, что Бог существует, Павел сказал. Помните, на что он указал? Ибо невидимое его, вечная сила и божество, через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Все. Вопрос закончен. Поэтому я просто немножко, может, кому-то тоже такие вопросы задавали. А как это так? Там же эти индейцы, им никто никогда не говорил. Совесть. Совесть. У них свои индейские законы на их уровне, и они их нарушали не один раз. У них тоже свои сути есть. У них вождь есть, который следит за соблюдением закона. А как бы ты ни нарушил закон, если ты нарушил, то вне крови Христа нет оправдания. Вот и все. Вот и весь вопрос, в чем заключается. Если бы не согрешил, ну, тогда другой вопрос. Но, наверное, на земле нет человека, который не согрешил бы ни разу. Это просто глупо, когда люди утверждают, я ни в чем не виноват, и мне ни в чем каяться. Это просто договорка. На самом деле, все мы знаем. И словом, и делом, и успылил, и сказал. Одного рада достаточно, чтобы стать грешником. Не надо много что-то сделать. Надо плохо подумать о ком-то. И хватает, чтобы погибнуть. Поэтому я просто сегодня обратил внимания на эту правду Божию. И буду держать тебя за руку. Вот опять Господь говорит. И буду держать тебя за руку. Если этого не будет, трудно. И хранить себя. И поставить себя в завет для народа. Во свет для язычников. Чтобы открыть глаза слепых. Чтобы узников вывести из заключения. И сидящих во тьме из темницы. Вы знаете, почему трудно открыть глаза слепых? Речь же не идет о слепых, которые не видят. А о людях, видящих, но не видящих своего состояния. Не видящих, что они грешники. Не видящих. И они говорят, что не видят. И надо сначала доказать ему, что он слепой. И тогда он будет пытаться увидеть. А так, он же думает, что он видит. И насколько нужно было много проложить труда и сделать дело, чтобы у людей открылись глаза на истину, чтобы не были слепые. Вы помните, Господь говорил, если бы, говорит, были слепы, то не было на вас греха. Но так как вы говорите, что видите, то что? То грех остается на вас. Потому что Господь-то говорил им конкретно. Он указывал на то, что происходит, и на другие события, его жизнь и так далее. И это было то, чтобы глаза открыть людям. Это же надо было и до болезней серьезных допустить. И помните, Лазар даже, Господь допустил того, что он умер. Я не думаю, что-то Лазару было приятно умирать. Но Господь сказал, это, говорит, болезнь не к смерти, но к славе Божией. Для чего? Чтобы у фаришей, у книжников открылись глаза, что Иисус Христос не просто человек, а действительно Мессия. А кому-то нужно было потерпеть за это, чтобы открылись глаза у кого-то. Поэтому, просто я понимаю, что в некотором случае и нам приходится что-то перетерпеть, чтобы открылись глаза. Я не раз говорил на эту тему. Может быть, это был ответ, почему иногда как-то совсем неожиданно, не знаешь, откуда приходят испытания. Я недавно этот текст Священописания проповедовал и говорил, даже, наверное, на разборе говорил. Вот для чего нужно было Давиду столько унижений перетерпеть. И, допустим, Саул гонялся, Давид не мог его убить, хотя мог это сделать. Убил бы он Саула, прекратилось бы все. Господь его продавал в руки, но Давид лучше согласился страдать. У него сердце такое было. Я не думаю, что Давид об этом думал, но Бог об этом думал, потому что ходили слухи о том, и Саул их распространял, что Давид хочет царство получить. И помните, он своему сыну Инофану сказал, говорит, запомни, ты с ним подружился, но говорит, до тех пор, покуда сын Давиду будет жить на земле, не устоять ни тебе, ни царству твоему. И Инофан, конечно, огорчился, он ушел к Давиду, но когда Давиду предоставил еще шанс убить Саула, он его не убил. Он забрал у него, первый раз отрызал кусок одежды у него, показал ему, и Саул заплакал. И все увидели, что Давид чуть-чуть не покушается на его жизнь. А ведь Давиду предстояло почти царствовать после Саула. И Бог хотел, чтобы он имел авторитет, Давид. А его пачкали, этого Давида. И Саул, и другие. И вот Бог допускает, на, сделай, можешь его убить. И Бог очень искренне и честно сделал. Я об этом не раз напоминаю и вижу, вот насколько он не сказал Давиду ничего, не предупредил его, смотри, что ты не делай, потому что он говорит, делай, что хочешь. Все, что ты делаешь, я приму. И это был результат. Сердце Давида такое было. Он сказал, нет, нет. Пусть что-нибудь не будет, но я никогда не подниму руки на него. И потом Бог еще раз повторил. И опять Саул стал за ним гоняться. Кажется, ну, глупо ты, Давид, поступил. Ну, надо было убить. Да вся проблема кончена. Тем более, что Бог тебе разрешил, что не будет никакого взыскания за это. Но когда второй раз это произошло, и опять Давид забрал копье, забрал сосуд с водой, а его не убил. И опять Саул говорит, да. И опять все видят. Это второй раз. Вы знаете, первый раз мы иногда под вдохновением каким-то. Такое можем сделать, что почти сами будем каяться. Зачем это я отдал, отдал, а почему согласился? Ну, пришло такое вдохновение. А Бог показал второе. Это было не временное вдохновение. Это постоянное сердце Давида было такое. Потому что сердце раскрывается в трудностях, проблемах. Поэтому не удивляйтесь, что иногда что-то вот бывает такое, и мы не можем понять, от чего и почему это происходит. Бог хочет дать свет кому-то. Бог хочет дать свет кому-то через вас. И если будет, то такое сердце, как было. И почему Господь не предупреждал? Потому что если бы Он предупредил, это уже не дело сердца Давида, это было бы дело Божие. Предупредил? Конечно. Если Бог меня предупредит, пойду и сделаю. А вот когда я сам сделаю без предупреждения то, что надо, это уже кое о чем говорит. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждого из нас, потому что Господь нас призвал правду. И для чего? А это правда. Иногда нелегко ее делать, эту правду. Не всегда обстановка способствует этому. Не всегда мы понимаем, для чего это делать. Но, конечно, вопрос такой. И, вернее, ответ на вопрос такой. Мы должны быть письмом, читаемым и узнаваемым всеми человеками. Поэтому, пожалуйста, каждый нас и я, давайте будем думать об этом. Давайте будем думать об этом. «И буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения ищедящих во тьме ищемницы». Вот многие узники греха, почему они не хотят выходить оттуда? Они не видят, что они в узах. Они не видят, что они в темнице. Самый такой, ну, недавний пример. Недавно, я вот когда был в Испании теперь, одна из сестер, братья жаловались, говорит, соберемся молиться, как замолиться, угошает дух весь. Начинает прошествовать. Вроде правильно еще, не воспринимается. И говорит, времена проходят и никак, пророк и все. И когда мы стали молиться, и сразу обнаружилось, что она несвободная. Вы знаете, как она плакала, как она сокрушалась. А она не знала, что так. А поверить не могла, что с ней трудно молиться, тяжело. Все, вопрос снятый. И вот я вот это место взял, говорит, находится в заключении, но не знаю, что в заключении, не видя, что надо выходить оттуда. Я уже не знаю, что они будут делать дальше. Но проблема оказалась, и, говорит, всех шантажировал подряд, и мужу там доставалось. А что вы мне говорите? Через меня Бог говорит. Через меня Бог говорит. Через меня Бог говорит. И никаких вопросов быть не может. А то явно так, не просто там где-то подозрение, явно орать начал через нее, когда стали молиться. Вот, пожалуйста, насколько непросто людям увидеть, что они в темнице находятся в заключении. И не хотят выходить оттуда. А надо что-то сделать, чтобы они вышли из темницы. И вот поэтому иногда приходится много переживать, много терпеть, чтобы у людей открылись глаза, что у них за состояние. Чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Но понятно же, что это не та темница, тюрьма, которая сегодня такая есть, а физическая. Это духовная. И очень часто люди свои цепи, они считают за свободу. Я свободен, потому я и делаю так. А на самом деле, это грех. Это то, что не должно существовать в жизни. Именоваться не должно. Но он считает, что я свободен, потому я и делаю так. И говорят, сидят в темнице. Я иногда говорю так. Ну, как доказать? Говорю, ничего не докажите. Покуда Бог не допустит, не выражается в деле явном, ничего не докажите. А это надо потерпеть. Это надо помолить. Человек увидел свое состояние. А иначе он ничего не сделает, для того, чтобы быть. Потому что ему же не надо. Я вспоминаю эту восьмую главу послания, кажется, Каренфианом первое, точно не помню. Не буду называть точно место писания. Но там, значит, написано о немощных. Немощного уверя принимайте без споров о мнениях. Потому что немощный уверен, значит, что нельзя есть, а этот уверен, что можно. И я понимаю, вот этот немощный настолько сильен своей верой немощной, что ему трудно показать, где правда. Вы поняли меня? Я не запутал вас словами. Вот этот немощный, настолько сильный немощный, чтобы достучаться до этого сердца, скорее праведного забьешь с пути, чем всего сложного. Нет, и все, будет стоять стеною. Вот вам и немощ, немощный уверен. И оправдание найдет, и подставит место писания, что-то так, а на самом деле это не так. Поэтому здесь нам все нужно и водительство Господне, нужна сила Божия. И дальше восьмой стих. И я Господь это мое имя и не дам славу моей иному и хвалы моей истуканам. То есть здесь Господь сказал, Господь, это же Господин, по сути дела. И он один раз поражается всем. Он говорит, я своей славы не дам никому. Потому что, когда человек имеет славу какую-то определенную, он имеет власть какую-то через эту славу. Вот славится человек силаю. К нему прибегают за помощью, чтобы защитил. Славится человек богатством большим, значит, к нему прибегают за помощью, помоги, где-то что-то купи, где-то что-то сделать. Но вот здесь Господь говорил, что я моей славы не дам никому, потому что вы, как люди, не сможете правильно распорядиться. И если он дает ее, а он дает славу, то только тогда, когда мы делаем во имя его, и нет за нашими плечами никаких своих расчетов. Поэтому все это принадлежит Господу, и он дает. Потому что невозможно что-то делать, если нет этого авторитета, нет этой славы. Но, тем не менее, она всегда принадлежит Господу. И он никогда ее не даст тому, кто очень ее хочет добиться. Это первое. Это первое. Написано, что добиваться славы, это уже не есть слава. Помните это местописание? Потому Господь не сказал, я своей славы. Я Господь, это мое имя. И никто не будет Господином на земле, в церкви тем более. И хвалы моей истуканам. А вот предсказанное прежде сбылось. И новое я возвещу, нежели оно произойдет. И возвещу вам. То есть Господь напоминает, что вот вспомните, что я вам говорил раньше, оно же сбылось. И я и впредь что-то вам скажу. И поэтому говорит, интересное место. Пойте Господу новую песнь. Хвалу ему от концов земли. Вы, плавающие по морю, и все наполняющие его, острова и живущие на них, да возвышит голос пустыни и города ее, щеленья, где битает кидар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают святые, вершин гор. Вот что здесь Господь говорит? Пойте ему новую песнь. Вы знаете, песни бывают разные. Какие бывают песни радостные? Какие бывают еще песни? Плачевные. Как вы думаете, Господь говорит, пойте новые плачевные песни, или пойте новые радостные песни? Наверное, радостные. Наверное, радостные. Пойте новую песню. Вот была у вас такая песнь, пойте ее новую, потому что вы же обновляетесь, вы же гораздо более глубоко понимаете истины Господней, поэтому пойте новую песню. И Господь здесь перечисляет. Я не думаю, что Господь, речь говорит о пустыне, как о пустыне, о море, как о море, о тем, которые там плавают. Он говорит о том, что он будет сильной защитой и оградою, где бы только ни были. И потом, можете петь новые песни. Это новый потенциал, это новые слова, это новые откровения, это новый уровень веры. Господь всегда ведет на новый уровень. А вы помните, перед тем, как Господь смирил волны морские и заставил их замолкнуть, Он уже много-много сделал. Видели исцеление, видели изгнание бесов, но Господь вел их на новый уровень. Когда даже они были на море, и поднялась сильная буря, и они были в опасности, Писание говорит, это не было просто наигранное, они были в опасности, в самом деле. А Он спал на корме. И Губот говорит, наставник, погибаем. Он встал, запретил ветром и морю, сделалась великая тишина и сказал, что вы так боязвили, где вера ваша? И они, новая песнь была. Кто это, что и ветер, и море повинуются ему? Это уже новый уровень веры. Это уже новый уровень песни. Но там, конечно, не песня была. Я условно говорю, песня – это что-то торжественное, это нечто хвалебное, это нечто, проставляющее кого-то или что-то. Но вот, ведя под это вот долине земной, когда Господь вводил их в испытания новые, открывал новые вершины своей власти, то у них и песни обновлялись. Поэтому, если у нас старые песни, вы не подумайте, что я против старых песней. Я очень люблю старые песни. Я не воспринимаю сегодня, что это бум-бум, тра-та-та, и так далее, и так далее. Но я имею в виду новый уровень в сознании, его глубине, в чувствах наших. Выражение чувств, что-то новое, на новом уровне. На новом уровне все. Поэтому, здесь Господь и говорит, пойчи Господу новую песнь, хвалуй Ему от концов земли. Что значит от концов земли? Я в прошлый раз конец земли, это где-то забытое место, куда редко что-то, ну, цивилизация не добирается даже, то Господь говорит, когда я начну работать, то я достигну и концов земли, и там будут петь новую песню. Я достигну туда, вот этой территории. Вы, плавающие по морю, знаете, плавающие по морю, это довольно серьезно. Я только один раз плавал, там какое море, где-то на большом корабле, да где-то, наверное, несколько часов проплыл. Правда, я ничего не видел, ночью плыл. А вообще плыть две недели по морю, особенно, когда буро начнется, ну, вы знаете, это довольно серьезно. И Господь говорит, и плаваешь по морю, по и чиновый петлю, Господь силен защищать. Он силен это делать вполне. И мы много знаем случаев, когда Господь чудесами спасал. И я уже не буду об этом напоминать на сегодняшний день. Но вот эта вот милость Божия, она простирается на всех. Ну и, наверное, плаваешь по морю, есть люди, живут на островах, и их жизнь вообще происходит вся на лодках. Их деревня вся на лодках, их хата на лодках стоит, и они пищу варят на лодках, они на лодках живут. Знаете, такие страны есть, острова такие, они все живут на воде. и Господь здесь напоминает и их достанет вот эта проповедь. И вы можете жить безопасно, несмотря на то, что у вас вот такая обстановка, вы живете действительно всю жизнь на лодках. и все наполняющие его, речь идет о море самому, острова и живущие на них. Остров с одной стороны, он огражден. Попробуйте добраться до него. И враг не так часто доберется. Но сегодня, конечно, вот эти ракеты, это не проблема еще у них остров уничтожить. Сегодня достижишь, особенно, когда военные действия, это не проблема на сегодняшний день. Но я беру именно другую сторону. Что такое вот этот остров? С одной стороны, он защищен, а с другой стороны, и сами островитяне, они не очень-то достигнут куда-то. Это, как говорят, палка с двух концов. С одной стороны, ты стоишь под защитой, а с другой стороны, и самому добраться куда-то. Господь говорит, и вы пойте новые песни. Для меня не проблема дать вам все необходимое в таких обстоятельствах. Да возвысит голос пустыня и города ее, щеления, где обитает Кидар. А Кидар обитал в пустыне. И шатры Кидарские были очень красивые. И Господь говорит, что и их он достигнет. Да торжествует живущая на скалах. Ну, живущая на скале, это защищен нечто похожее как на острове где-то. Но попробуйте с этих скал вы добраться до цивилизованного мира. Господь с чем обещает? Море это море и океан. На высоте тоже есть свои преимущества и свои минусы. Но он говорит, что я всех достигну. Да возвысит голос пустыня и города ее селенья где питает кедар да торжествует живущая на скалах да возглашают свершен гор да воздадут Господу славу и хвалу его да возвестят на островах. И там дальше Господь говорит, я выйду как исполин, как муж брани, но мы сегодня будем кончать уже без десяти. Пусть Господь вас благословит, пусть это слово Господне вселится в сердце, чтобы у вас в сердце новая песня родилась сегодня на завтрашний день и пусть обновление нашего духа происходит каждый день, потому что наше время очень коротко. Аминь.